Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я хотел обсудить забастовку нефтяников в Мангистал, о работниках Oil Services Company, которые вчера и сегодня выходили на забастовку. Это около 1000 работников в Мангисталской области. Где-то 384 работника. Они выдвинули 14 требований. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сергей Камангалиев Прокурор Ахтау приехал И генеральный директор Магасталумный газ Бахтин Мамбаев Представьте, да? Обычный трудовой спор В мире такие вопросы очень просто решаются Профсоюзный комитет Забастовочный комитет Стороны, значит, дискутируют Потом выходят на забастовку И как-то договариваются Но чтобы в этом участвовали прокурор Значит, местная власть на уровне Первого зама области Ну, такого не бывает в мире, понимаете? Это спор на предприятиях Решается на самом предприятии Чтобы вот так вот фактически Вся власть вокруг этого крутилась Так не бывает Это просто говорит о том, что Это не просто забастовка Это власть воспринимает Как политический процесс Сейчас вот заявляется, что Стороны приняли протокол с решением Якобы удовлетворяющий Требования работников Указаны сроки исполнения Создана комиссия И производство снова возобновилось И ситуация находится на контроле Акимата Это, собственно, что на сегодняшний день известно Вот я, используя эту ситуацию Хотел бы рассказать вообще На самом деле Роль профсоюзных комитетов Профсоюзных организаций Какая их задача Что они делают Какую полезную роль они исполняют Потому что я уверен, что многие Не очень понимают Что такое профсоюзная организация Профсоюзная организация Она защищает интересы работников предприятий или предприятий или отрасли Вот И вообще это Очень важный орган Содерживается на взносы Работников предприятий И Активисты, именно те, кто работают В этих профсоюзных организациях Они Должны хорошо владеть трудовым законодательством Хорошо понимать Способы борьбы В чем заключается, собственно Деятельность профсоюзной организации Любое предприятие старается Заплатить меньше своему работнику И работник должен Бороться, чтобы ему заплатили больше Это нормально Кто-то хочет Это знаете, как на рынке товар Как продается Цена складывается Спрос в предложении Кто-то хочет продать дороже А покупать Хочет купить дешевле Как формируется Баланс спроса и предложения Формируется очень много Конкурентов Которые торгуют этим же товаром И в итоге Формируется среднерыночная цена Которую устраивают И покупателя И продавца И так формируется Цена на базе Спроса и предложения Так, если говорить о Работе О трудовых ресурсах То Заработная плата Тоже так же складывается Работодатель Объявляет цену Если люди Не приходят По этой цене Не устраиваются На работу Он вынужден Поднять А люди Почему не приходят На эту работу Значит если низкая зарплата Раз Или кто-то предлагает Другую работу Два Ну то есть Масса каких-то обстоятельств Которые фактически Принудят Работодателя Поднять заработную плату Вот Формируется Конкурентная среда Когда другие предприятия На аналогичном Например Нефтегазовом секторе Поставят Зарплату Выше То тогда В первую очередь Трудовые ресурсы Направляются Именно туда Где заработная плата Выше И таким образом Формируется Баланс спроса И предложения И еще Есть другой способ Влияния На уровень Заработной платы Это когда Работники Выставляют Требования Они не просто так Требования выставляют Они аргументируют Смотрят заработную плату На соседних предприятиях На предприятиях Которые есть в мире Которые производят Аналогичную продукцию Они начинают Спорить с работодателем Если стороны Не договариваются То обычно Работники Имеют право Выходить На забастовки Это целый механизм Который В мире законодательно Расписан Каким образом Происходят Все эти действия И власть В этом Не может мешать И не мешает Нигде В нормальных Цивилизованных Странах мира И вот В результате Различной борьбы Когда работники Объединяются В такие Профсоюзные Организации Формируется Реальная Рыночная Заработная Плата Работника В той или иной Сфере Ну вот Я вам скажу Так Ну вот Смотрите Наши нефтяники В среднем получают 100-150 тысяч Тенге Это где-то 300-500 долларов Почему Они не получают Как нефтяники В других Странах мира В ведущих странах мира По 10 тысяч долларов В среднем в месяц Ответ простой Потому что Есть несколько факторов Ну Самый главный фактор Что Наши Работники Не могут Объединяться В профсоюзы Именно Настоящие профсоюзы Которые отстраивают Интересы Работников И Бороться за свои Права Даже путем Забастовок Вот посмотрите Вот забастовка Прошла небольшая На тысячу человек Сразу Первый зам Акима Приехал Сразу Прокурор Появился Акимат Начинает Проявлять То есть Сразу политизировать Ситуацию А в нормальных странах Происходит Совершенно по-другому То есть Идет спор между работниками И работодателями Никто не может вмешаться В этот процесс И вот тогда Когда Работник И работодатель Не договариваются Профсоюзы Объединяет Работников Этого предприятия И организуются Забастовки И Собственно Это приводит к тому Что в конце концов Приходит компромисс Работодатель Между работниками Договаривается О какой-то цифре В нашем Нашем случае Этого не получается Вот Вспомните Например Как было Вахтау В Жан-Узене Да В Магистовском регионе Работники И бастовали И выходили На акции протеста Власть Вмешивалась Людей массово сокращали Вмешивалась Полиция Люди арестовывали Особо активных Работников профсоюзов Их Преследовали Оказывали давление На их Членов их семьи Были убийства Были избиения То есть фактически Обычный нормальный трудовой спор Власть превращает Политическую баталию Почему это происходит Потому что Власть В лице Назарбаева И его окружение Прямо участвует В бизнесе Этих предприятий Они там сидят В разных схемах Как продажи Продукции Нефти Так и в подряде В строительных работах И других разных Работах Везде имеют Свой интерес И они Не заинтересованы Людям платить Достойную заработную плату И в этих условиях Государство Начинает Выполнять Роль репрессивной машины Подавляет Профсоюзы Подавляет Возможность людям Выразить свой протест И все это приводит К таким столкновениям Которые произошли В Мангистау Жану Зене Власть Заранее Привезла Полицейских За месяц Как минимум Разместила А потом Решила Расправиться И продемонстрировать Всем Гражданам Казахстана Что Против власти нельзя Потому что Эти предприятия Они считали Что им принадлежат Они власть То есть Это не был Обычный трудовой спор Это был спор С властью Собственно И Назарбаев После этого дал приказ О расстреле людей Расправился Вы даже посмотрите Какие приняты законы Ну Например Предприятие работает Только Вахтау Парламент Выпускает закон Что Профсоюзная организация Должна иметь Хотя бы В половину Регионов страны Свои филиалы Тогда Это полноценная Профсоюзная организация Которую Может быть Власть Зарегистрирует В органах юстиции Ну Вопрос Работникам Предприятия Обедняться Создавать филиалы Потому что В реальности И филиалы тоже Власть не зарегистрировала бы Я сам создавал много Политических партий Много раз И общественных организаций И власть просто не регистрирует Не регистрирует Значит все ваши действия Завтра По проведению Забастовок Выставление Каких-то требований Работодателю Власть будет признавать Незаконными И соответственно Будет применять репрессии Используя опять же Карманные суды Что в мире происходит Обычно В первую очередь Как правило Предприятия Не монопольные Не является Один собственником Тех или иных компаний Обычно В том или ином городе Или в том или ином регионе Существует Большое количество Предприятий Которые между собой Конкурируют Эта конкуренция Приводит к тому Что Работники Этих предприятий Могут Спокойно Уволившись с этого предприятия Перейти на другое И поэтому Каждое из Каждое из этих предприятий Держится за своего работника Платит ему достойную зарплату Уважает его Профсоюзные организации Выражают интересы Таких работников И борется Защищает его А в данном случае В нашем случае Профсоюзные организации В основном Они находятся под властью Они ими контролируются Профсоюзные организации Профсоюзные организации Обычно выполняют То что Приказывает власть Она не защищает Интересы работников Все это приводит к тому Что с одной стороны Существуют монополии Градообразующие предприятия Когда ты с него Уволишься Потом не можешь найти Другую работу И ты остаешься Без средств существования Первое Второе Выразить свой протест Невозможно Невозможно Оспаривать действия Работодателя Потому что Профсоюзы задавлены Они под властью И это все В итоге приводит к тому Что работник Не может Продать свою Услугу Дороже И поэтому Нефтяники Получают 100-150 тысяч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть фактически Действия власти Когда Профсоюзы задавлены Приводит к тому Что Нефтяники Получают Заработоплату 100-150 тысяч Деньги Но это на самом деле Касается не только нефтяников Всех Вы задаете вопрос Почему учителя мало зарплату получают Почему Врачи Или кто-либо еще Да Потому что нет механизма Спора между работником И работодателем Потому что Механизм Который существует В виде профсоюзной организации Он полностью Подавлен властью Он подавлен Для чего Для того чтобы Люди могли бороться За свои права Сегодня они В профсоюзах борются За свои права Завтра они Могут бороться в партиях Других общественных Организаций В различных политических Движениях Могут выйти на митинг Могут выйти на пикет И поэтому Назарбаевам Принято принципиальное решение Все общественные Организации Которые в состоянии Просто сопротивляться Неважно кому Своему работодателю Или местные Власти Или Самому Назарбаеву Они должны быть Придавлены Они должны быть Регулируемы Именно поэтому Профсоюзные организации В Казахстане Носит номинальный характер Они не защищают Интересы работников Труда По всем отраслям Именно это Является Главной причиной Почему у нас Низкие Заработные платы И почему Нет перспективы Их поднять До тех пор Пока мы не изменим Политическую систему До тех пор Пока мы не добьемся Что профсоюзные организации Как и любые другие Общественные организации Не будут Свободно регистрироваться Как партии Или еще что-либо Вот До того как Этого не произойдет У нас Не будет Свободы мнений Свободы борьбы Не будет Возможность Регистрировать Значит Будет Низкая заработная плата И будет Подавление Со стороны Как работодателей Так со стороны Власти Теперь Прежде чем еще раз Вернуться к профсоюзам Я хотел бы Сказать о Моногородах Тема сегодня Была такая Обширная По профсоюзам И моногородам И затем я снова Вернусь к профсоюзам Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хотел бы в качестве примера привести, например, несколько городов. Возьмем город Джизказган и Садпаев. Весь регион Джизказганский, раньше это была область, реально зависим от работы предприятия, я его буду называть как Казахмыс, или раньше назывался Джизказганский ветмет. Это предприятие, которое добывает медь, серебро, золото и различные составляющие рудные. Ну а основной продукцией является медь. Предприятие входит десятку крупнейших в мире. И от работы этого предприятия зависит жизнь всего региона, малого, среднего бизнеса, вообще будут ли существовать города такие, как Джизказганс, Садпаев и какие-то прилегающие населенные пункты. На самом деле, что получается? Это монопольное предприятие. Вот если кто-то там найдет месторождение, а месторождение в том регионе есть, в Караганинской области, по меди, они никогда это месторождение не получат, если это более-менее крупное месторождение. Почему? Потому что это предприятие, которым владеет Нурсултан Назарбаев. Месторождение, контракт на недропользование подписывает правительство в лице, в лице Министерства энергетики. И очевидно, что никто не получит лицензию. Это монопольное предприятие сформировано. Именно почему? Потому что, если в советское время это было монопольным, потому что такие системы в Советском Союзе строились, крупные монопольные, потому что конкуренции в Советском Союзе никогда не было, они все собирали в один кулак и продавали. А сейчас, когда так называемая рыночная ситуация, казалось бы, должны появиться другие предприятия, которые тоже могут производить медь, но в наших условиях это невозможно. Это сформировалась монополия. Что такое монополия? Я выпускал в Ютьюбе, называется «Уроки Аблязова», небольшой короткий фильм, которым рассказывал, что такое монополия. Так вот, когда одно предприятие работает в регионе, то если работник уволится оттуда, он нигде не может найти работу. То есть, получается, работодатель может диктовать условия, устанавливать низкую зарплату, и у работника нет возможности бороться, потому что если его предприятие уволит, то работу он не найдет. И в этих условиях, конечно, защитой этого работника должен быть профсоюз в первую очередь, второе – законодательство. Ну и третье – сама власть, которая должна шаг за шагом формировать конкурентную среду, добиваться, чтобы там, в этом регионе, были организованы другие предприятия, чтобы уволенный сотрудник мог найти работу в другом месте, или просто перейти на другую работу, если ему больше там платят. Корректор А.Кулакова Обычно как это происходит? Ну, например, если бы на Казахмысе платили бы людям достойную заработную плату от 3000 долларов в месяц, как в мире происходит, да, на этих предприятиях, то вы понимаете, да, то есть тогда бы вместо 100 тысяч тенге человек тратил бы в месяц миллион тенге в этом регионе. К чему бы это привело? Что на эти деньги был бы спрос на хлеб, на муку, на одежду, на мебель, на строительство, на квартиру, на услуги, оказание разного рода услуг, музыка, школы там и так далее, да, то есть люди, когда будут получать миллион тенге, он генерирует спрос, он является заказчиком тех или иных услуг. Соответственно, по законам рынка спрос формирует предложение. Значит, на рынке должны формироваться новые предприятия, которые будут предлагать эти услуги, понимаете? И тогда вокруг этого предприятия, за счет того, что работники получают более-менее достойную зарплату, около 1 миллиона тенге, сформируется очень много разных предприятий, сервисных и других, которые завтра могут там же что-либо производить, потому что выгодно, потому что там покупатели есть, получающие достойную заработную плату. И таким образом, это предприятие медное не становится монополистом рабочих рук, монополистом для того, чтобы именно только там люди могли найти работу, понимаете? Такая диверсификация происходит. Вот. И таким образом, монополий разрушается завтра человек, если его условия работы не устраивать, то он просто переходит на другую работу, которой много в регионе. То есть, достаточно этому монопольному предприятию платить людям реальную рыночную зарплату от 3 тысяч долларов, вот как Казахмыс должен платить, то вообще весь регион заживет. Появится куча разных предприятий, и не будет одного предприятия, на котором завязана вся экономика области. Там два предприятия ключевых, на которых это Арселор Миттл, фактически ключевое предприятие этого региона, и в Ческазгане Казахмыс. То есть, вот, если бы правительство не мешало, демонополизировало, давало возможность создавать профсоюзы свободные, чтобы люди могли за свои права бороться, заработная плата в регионе увеличилась бы на этих предприятиях в 10 раз. Соответственно, эти люди получали бы вместо 100 тысяч тенге, миллион тенге, тратили бы в регионе, создали бы, сгенерировали бы ситуацию, чтобы это привело к созданию новых рабочих мест в частном бизнесе. Это был бы взрыв экономики. Почему? Потому что чем больше людей получают высокую заработную плату, тем больше налогов поступает в республиканский и местный бюджет. Соответственно, страна становится богатой. Мы начинаем из бюджета финансировать строительство дорог, мы можем финансировать увеличение заработных плат в бюджетной сфере, мы можем платить пенсионерам больше денег. То есть, все меняется. Вы представляете, что такое монопольное предприятие, которое особенно поставляет свою продукцию на экспорт. То есть, вот развязать этот узел, его очень легко. Вот мне здесь говорят, вот хочу путешествовать, красиво одеваться, кушать, не думая, что денег хватит, покупать детям игрушки, жить в своей квартире, помогать маме и так далее. Думаете, это реально сделать? Я простой пример привожу еще раз. Достаточно Казахмысу платить своим работникам реальную рыночную заработную плату, а предприятие свою продукцию поставляет на экспорт. За пределы Казахстана продает по мировым ценам, которые складываются на мировом рынке. И на аналогичных предприятиях работники получают от 3000 долларов. То есть, пришел с улицы Чернорабочий, он получает зарплату 3000 долларов в месяц. А, конечно, инженера, там, специалисты получают 8, 10 и выше тысяч долларов. Как вы думаете, если вы будете такую зарплату получать, вы решите свои проблемы, о которых вы говорите? Очевидно, что такой уровень заработной платы от 3000 долларов, он позволяет в нашей стране, и не только в нашей стране, вести хороший уровень жизни. Вот здесь говорит, что когда работяговый получает по миллиону тенге, то хлеб будет стоить четверть миллиона. Вы не смотрите фильмы, которые я специально для вас и выпускаю. Называется «Уроки от Аблязова». Я понимаю, не все должны быть и могут быть экономистами, но вы просто смотрите то, что уже сделано. Вы сейчас говорите, вот, как, знаете, раньше говорили, «Земля плоская или стоит на трех китах». Вы что, не знаете, что она плоская? Я вот иду, она же, как может быть, круглая. Я иду и иду куда-то далеко. Она плоская. Вот вы сейчас так рассуждаете. Понимаете? Вам надо просто посмотреть и убедиться, что когда, как вы говорите, наши люди получают, будут зарплату 1 миллион тенге, ничего не изменится. Мы разрушим монополии, мы не дадим возможность поднимать цены, мы устроим конкуренцию. Это приведет к тому, что цены даже упадут. Понимаете, это азы экономики. Вот ваши такие заявления просто показывают, что вы не понимаете, что такое экономика. Но в этом нет беды. Беда в том, что я специально этот фильм снял, «Уроки Аблязова». Достаточно просто, я их регулярно сюда выставляю, достаточно один раз посмотреть и понять, что никакого роста цен не будет. В YouTube я выпустил много фильмов, объясняя, как это устроено в мире, почему это роста цен не будет. Понимаете? И вот такие утверждения голословно делаются. Это нехорошо, это неправильно. Это нужно просто разбираться. Вот мне здесь говорят, что кого-то здесь заставили студентов, студенческий профсоюз, чтобы платили 1% от своей зарплаты. На самом деле профсоюзы, если они реально исполняют функцию, они нужны всем. И студентам, и музыкантам, кому угодно. Профсоюз защищает интересы, объединяет разных людей по тому или иному признаку. Вот, допустим, вы студенты, у вас есть профсоюзная организация. У вас что, нет проблем, что ли, у студентов? У вас проблемы, например, с жильем, проблема с качественным образованием, проблема в том, что с вас вымогают взятки. Вы эти проблемы как можете решить? Идете в свою профсоюзную организацию. Профсоюзная организация начинает защищать интересы студентов, требовать, чтобы были исполнительные действия со стороны, например, учебного учреждения, где вы учитесь. Профсоюзные организации нужны. Просто дело в том, что они в нашей стране не исполняют его реальную функцию, декоративные, понимаете они? Название есть, деньги с вас берут, то толка никакого от них нет. Почему? Потому что власть их придушила, потому что им не дают защищать ваши интересы. И вы имеете в виду, что это не то, что мы говорим. Мы говорим, что, например, в экспортном предприятии в мире зарплату получают горно-рудные отрасли от 3000 долларов, нефтянка в среднем в 10 тысяч долларов. Да, тогда вам ипотека не нужна, чтобы купить себе обычную квартиру, о которой вы сейчас мечтаете, размером 70 квадратов, может даже 100 квадратов. Тогда вы сами за свои деньги это легко приобретете. Но в мире, даже там, где люди много зарабатывают, 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, все равно существует ипотека по ставке 2 годовых или максимум 5 годовых. Обычно в европейских странах и в Америке существует. Ну, вы можете сказать, а зачем это им нужно? Они же такую зарплату высокую получают. Ну, потому что им нужна квартира не 100 квадратов, а 300 квадратов. Потому что им машина нужна не простая, которую вы не можете купить, мечтаете, самую простую, а им нужна машина Mercedes, например. Тогда они берут ипотеку и со своей зарплаты рассчитываются. Поэтому ипотечные программы нужны, но они нужны даже когда высокая зарплата, понимаете? Но я могу с вами согласиться, для того, чтобы удовлетворить тот уровень запроса, который у вас существует, простые вещи, жилье, достойная работа и какие-то свои потребности закрыть, при таких зарплатах 3-4 тысяч долларов вам личная ипотека уже не будет нужна. Вот, возвращаясь снова к моногорода. Моногорода у нас вообще, посмотрите, вот такие города есть, вот как в Викибастузе. Это реально моногорода, которые зависят от работы энергопредприятий, там, викибастузские станции, ГРЭС-1, ГРЭС-2, например, и угольные там месторождения, да? Они градообразующие, вот где Богатырь, Разрез, Восточный и все прочее. Если там работы не будет, то вообще все, город, наверное, умрет. И вы знаете, что на этих предприятиях тоже платят маленькую зарплату, 100-150 тысяч тенге. Хотя на аналогичных предприятиях мира, угольные, например, шахтеры получают от 6 тысяч долларов в месяц. Притом, вы должны знать, что наша угольная отрасль в число ведущих ходит в мире по запасам угля, мы, по-моему, восьмые в мире, по добыче угля на душу населения номер один в мире. И как получается, что при этом люди получают зарплату 300-500 долларов, живут в нищете, экология разрушена, вообще города выглядят ужасно, дороги плохие. Это все связано с тем, что эти города не просто монополии, они монополии, контролируемые одним человеком. Они принадлежат Назарбаеву с его партнерами. И он не заинтересован, чтобы люди получали достойную заработную плату, потому что сверхдоходы, которые получают предприятия, им разбегаются, растекаются в их карманы. Именно поэтому там низкие зарплаты, соответственно, низкий объем отчисления налогов в бюджет. И, соответственно, бюджет не может получить необходимое количество денег для того, чтобы решить все проблемы в стране. Именно, например, бесплатное образование, бесплатная медицина, качественные дороги, качественная вода во всех регионах, чтобы была канализация, чтобы была горячая вода. Вот первопричина всего прочего, что монополия, и эти монополии контролирует Нусултан лично Назарбаев, и платит людям мало денег. Мало денег поступает в бюджет страны, соответственно, бюджет страны не может решить ключевые проблемы социальные. Более того, даже существующие деньги просто разворовываются этой политической верхушкой. Меня здесь спрашивают, расскажите, как в Швеции, Норвегии люди живут. Это вам легко сделать. Зайдите в Google, забейте и посмотрите. Там заработная плата минимальная, вот если у нашей получает 300-500 долларов, считайте, что зарплата у них идет минимум в 10 раз выше, чем наша зарплата. И обратите внимание, образование бесплатное, медицина бесплатная. Даже для иностранцев, которые приезжают в эту страну, даже для иностранцев образование бесплатное, здравоохранение бесплатное, все бесплатное. Зарплата стартовая минимум в 10 раз выше, чем у нас, даже 15-20 раз в реальности. Качество жизни совершенно другое. Вы просто посмотрите, сколько они там зарабатывают. Это все есть через Google, забейте, забейте страну, и вы получите информацию. Я вообще ничего не выдумываю. Сейчас мир открытый, заходишь в интернет и все видишь. Вот на такие вопросы еще поотвечаю. Меня спрашивают, если ДВК придет в власти, будет ли запрет к алкогольным изделиям? Нет, не будет. Вы смотрите, как в мире происходит. У нас все будет как в мире. У нас не будет никаких запретов, гонений, преследований. Искусственно что-то мы ничего не будем делать. Ты запрети алкоголь, все равно люди будут его где-то контрабандой возить. Это Америка уже проходила. Понимаете? Мы должны сделать открытые общества, сделать по лучшим стандартам мира. Когда вы спрашиваете, какая как будет выглядеть наша страна, просто зайдите в интернет, возьмите США, возьмите, например, Германию, возьмите Францию, возьмите Норвегию, возьмите Швецию. И вот вам пример. Мы будем стараться делать все так, как в этих странах. Чтобы наш народ не пытался убежать в эти страны, уехать, жить там, а наоборот старался остаться внутри страны. Мы это сможем сделать очень быстро, с нашими возможностями природными. Кто-то говорит, что вот слушаем как сказку, да, то, что я рассказываю. Ребята, сказки это когда вы нигде это не видите, может только во сне и в сказке услышать, книжка где-нибудь, фантастические романы. Ну, достаточно выехать за пределы стран СНГ, просто приехать в Европу, просто поехать в Америку и увидеть своими глазами, что как все это работает. Это сказка, почему, потому что вы привыкли жить при этом шале, он вас уже 29 лет обманывает, вы продолжаете все это глотать, поэтому у нас ничего не меняется. Сказка это когда этого не существует, сказка когда я вам рассказал бы в космосе какие-нибудь вещи, или там под землей за тысяч, по тысяче километров вниз там что-то происходит, и никто этого не видел. Это можно сказкой воспринимать. А то, что я говорю, это просто открывающий интернет, читаешь, смотришь, все вживую, все открыто, видео, можете слетать и посмотреть. Спасибо. 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 Взять, например, Жанов Зень, который работает только в основном работники на нефтяных предприятиях, или возьмите города такие как Тарас, где рудные предприятия, так называемые фосфорные бывшие, тоже это монополии. В Джисказгане это медные предприятия, в Караганде это Караганда, Тимиртау, вокруг Арселор Миттал построено. В Казларде монопольные и моногорода, они выстроены, необходимо, чтобы работали профсоюзы, общественные организации, чтобы они были свободными. Тогда они будут принуждать работодателей платить людям достойную заработную плату. И тогда, когда правительство не будет оказывать давление и влияние на формирование таких свободных профсоюзов, начнется борьба за трудовые ресурсы, начнется конкуренция. Человек продает свой труд, вот как он товар продает, свое умение. Когда между такими людьми специалистами начинается конкуренция, и никто не может ему препятствовать, как вот власть сейчас делает, сажает в тюрьму профсоюзных работников и всех тех, кто борет за свои права, тогда все изменится, тогда зарплаты тоже поднимутся, потом поднимутся везде. И не только зарплаты, будут трудовые права защищены, врачей, учителей. А сейчас вы что-нибудь знаете о профсоюзах, например, учителей или врачей? Вы слышали, чтобы они бастовали, и чтобы потом правительство было озабочено, и потом работникам этой сферы подняли заработную плату? Нет, вы не слышали. Почему? Потому что профсоюзы там задавлены, они делают все то, что им скажет власть. Вот я вижу здесь ребята, пишут из Южной Кореи. Вот они же вам спокойно напишут, подтвердят. Вы зайдите просто в Южную Корею, посмотрите, как там устроены города, как устроены дороги, какие зарплаты люди получают, какое у них освещение. При этом в этих странах даже близко нет таких возможностей, как у Казахстана. У них нет нефти, газа. Они все перерабатывают, все производят, продают готовую экспортную продукцию. Это же реальность. Там наши казахи, около 10 тысяч человек живет в Южной Корее, насколько мы знаем, да? Кто-то там в теневым образом подрабатывает, кто-то официально. Но они вам могут рассказать, как это все делается. Делается простыми людьми. В 60-х годах Корея, там Южная Корея, траву ела, была нищая страна. Достаточно изменить политическую систему, сделать страну свободной, сделать конкуренцию между партиями, не преследовать людей за инакомыслие, свободу слова, свободу печати, чтобы были независимые суды, чтобы власть реально избиралась и быстро выгонялась, если с ней не согласна. Вот как в Южной Корее вышли миллионы человек на улицы и выгнали президента. Потом обнаружили все хищения, и президента страны посадили на длительный срок в тюрьму. Вот тогда у нас ситуация в стране быстро изменится. И это можно сделать. Вон в Армении, вы посмотрите, пришел Пашинян, смотрите за неделю, что он сделал. Субтитры создавал DimaTorzok В пользу ситуации я хотел бы проинформировать, что Амин Елисинов был освобожден из тюрьмы. Это они в Ахтау боролись, создавали, требовали, чтобы правительство им дало возможность создать независимый профсоюз. И выходили на голодовку. Там принимались беспрецедентные судебные решения. Я когда в прошлом году рассказывал своим адвокатам во Франции, они просто поражались. Когда люди в закрытом помещении объявили о своей голодовке, суд принимает решение, что им запрещает голодать. Вообще голодать это право человека. Я не хочу есть. Как меня может суд запретить? Что за бред? И вот у нас в прошлом году такое решение было. И вот Амин Елисинов и Кушакпаев были приговорены к трём годам в тюрьмы. Вот Амин Елисинов сейчас вышел из тюрьмы. Вышел почему? Потому что было оказано сильнейшее давление на Казахстан. Как со стороны, кстати говоря, Европарламента, который многократно оказывал давление на Казахстан. Говорят, что Казахстан не исполняет международных договоров. Что у нас идёт преследование. Что нет свободы регистрации общественных объединений, в частности профсоюзов. Также было оказано давление со стороны международных профсоюзных организаций. Это очень сильные организации в мире. Имеют огромное влияние на тельные страны. Вообще, в принципе, сильное влияние имеет. Вот я сейчас во Франции живу. Там проходят регулярно тельные забастовки. Вот эта труба что происходит? Стопорится транспорт по железной дороге. Самолёты не летают. И они таким образом оказывают давление. Притом очень чёткое, сильное давление. И добиваются исполнения своих прав. И наши ребята, профсоюзники, были награждены международными премиями. Это вот как Нобис Калаврят, так и они награждены были профсоюзным международным премием. На Казахстан было оказано мощнейшее давление. И вот вы видите. Сейчас Амин Елисинович вышел. Скоро выйдет Кушакбаев. И это всё заслуга именно международного давления. Как со стороны европейских структур, как Европарламент, так и международных профсоюзных организаций. Вот что значит сила. Вы понимаете, что такое профсоюз? Профсоюз, вот представьте, вот нас миллион человек в одной какой-то профсоюзной организации. Мы объединяем свои усилия. Когда власть не расстреливает, не сжигает тюрьмы, когда это в законе всё оговорено, это свобода на выражении мнения о том, чтобы профсоюз мог отстаивать свои права. Вот представляете, миллион человек начинает бастовать. Это огромное влияние, огромная сила. Поэтому это вот такие организации в мире свободно развиваются, чего нет у нас в Казахстане. Именно это приводит к тому, что у нас низкие заработные платы. Именно поэтому мы не можем защитить свои права на том или ином предприятии. Именно поэтому страна бедная, потому что низкие заработные платы – это маленький объем поступлений налогов в бюджет. Маленький поступлений и объем налогов в бюджет приводит к тому, что формируется маленький бюджет. Маленький бюджет не позволяет поднять заработную плату бюджетным работникам. низкие пенсии, это плохие дороги, плохая инфраструктура, плохое образование, плохая медицина. Вы понимаете, да? Что такое свобода общественных организаций, свобода профсоюзов, свобода партий. Вот этот главный рычаг для того, чтобы общество двигалось, свобода, свобода слова, свобода митингов. Пока этого не будет, мы не сможем стать сильной страной и экономически, и политически. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот теперь я хотел бы откомментировать, каким образом Назарбаев влияет на разорение целых городов и регионов страны, и как это влияет на всю страну. Вот смотрите, он является собственником Казахмыса, он является совладельцем предприятия Арселор Митл. И там, вы прекрасно знаете, как выглядит город Караганда и Тимиртау. В Тимиртау вообще полный завал, да? И экологии, и люди маленькую зарплату получают. Город в ужасном состоянии. Все нищие и бедные. Там рядом маленькие города, типа Шахтинская и так далее, тоже в ужасном состоянии. Они не являются передовыми. Ну, казалось бы, эту продукцию, как Казахмыс и Арселор Митл продают на мировой рынке, получают мировой доход. Почему люди зарплату получают низкую? Почему там плохая ситуация? Почему город не развит? Ответ простой. Потому что Назарбаев не дает возможность на этих предприятиях людям достойно зарплату получать. И вместо миллиона тенге, минимум, работники предприятия получают 100 тысяч тенге. Соответственно, налогов поступает с миллиона тенге 10%, подход налогов с физических лиц, поступало в бюджет 100 тысяч тенге с каждого работника. А поступает 10 раз меньше, потому что человек получает зарплату 100 тысяч тенге. Значит, налог в бюджет идет 10 тысяч тенге. Вот представьте, если бюджеты, налоги поступают 10 раз меньше от работы этих предприятий, значит, бюджет не имеет нужного количества денег для того, чтобы решить социальные проблемы. Вот, собственно, вот к чему приводит то, что Назарбаев владелец не дает возможность развиваться профсоюзом, сажает людей в тюрьмы. Комитет национальной безопасности МВД начинает прессовать людей, когда недавно шахтеры бастовали, к ним подъехали ОМОНовцы, все обложили, угрожали посадить тюрьму и все прочее. Таким образом задавили, прекратили забастовку. Вот, таким образом, Назарбаев, создавая монопольные отрасли, создавая моногорода, разоряет эти города, разоряет предприятия, делает нищими бедными людей, и более того, он еще делает нищий бюджет страны, который не может получить нормальные налоги с высокой заработной платы этих предприятий. Понимаете, да, что он делает? То есть, фактически, у Назарбаева монополий на власть приводит к тому, что он монопольно владеет экономикой страны, монопольно устанавливает, чтобы люди получали маленькую зарплату, и всю сверхприбыль кладет себе в карман. И это приводит к тому, что вся страна нищая, а он богатый. И только за прошлый год его зять с дочерью разбогатели на 2,2 миллиарда. А почему разбогатели? Только из-за одной операции. Потому что они за два тенге купили Казком, в который государство влило бюджетных денег 8 миллиардов долларов. То есть он прямо украл из бюджета стран эти деньги и сразу официально стал супермиллиардером на 2,2 миллиардов долларов. Вот видите, что происходит? Меня вот, честно говоря, эти вопросы удивляют, да? Меня такие вопросы все время удивляют. Мы говорим об экономике. Мы говорим, чтобы люди стали богаче. Ну вы что, от этого богаче, что ли, станете? Лучше станете жить, что ли? Я уже много раз говорил, что наше правительство, правительство ДВК не будет преследовать людей ни по национальному признаку, ни по вероисповеданию. Будет полная свобода. Уже много раз говорил. Никто на Западе не преследует за то, что ты верующий. И у нас так будет. Вы эти вопросы одни и те же задаете? Ну честно скажу, забодали. Вы что, живете кое-как, бедствуете, кое-как добываетесь? Вы о чем думаете? Вы должны думать о том, чтобы ваши дети получили нормальное образование, чтобы изменить политический режим, построить нормальную, достойную страну, чтобы вы управляли этой страной. И не было никаких проблем, даже вот то, что вы говорите. Сахалан, Сахалай, вот еще какие-то другие вопросы. Сахалай, вот еще какие-то другие вопросы. Теперь, если говорить о проблемах сырьевого сектора, они все на одном и том же завязаны. Поставляется сырье, выручку экспортную получает политическая верхушка. В основном все сырьевые компании, крупнейшие, все принадлежит Назарбаеву, близкому окружению. Людям платится маленькая зарплата и получается замкнутый круг. Люди получают небольшую зарплату, экономика не развивается, доходы в бюджет страны не поступают. И у нас страна отсталая. Образование за образование должны платить, за медицину должны платить. Экология плохая. Экология плохая, потому что опять эти предприятия принадлежат Назарбаеву. Они, их никто не может контролировать, никто не может на них оказывать давление, чтобы они решили проблему экологии. Вот, собственно, все упирается в эту политическую систему, в авторитарную систему, собственно, самого Назарбаева. И в качестве примера я вам все время говорю. Мы должны, как в спорте, ориентироваться на лучшие стандарты в мире. Когда говорят о России, Россия просто заглянет в интернет, посмотрите. Газ экспортирует, страна топит дровами. Это такая же бедная страна, как Казахстан. У них доход на душу населения такой же. Это такой же совок. Это основной совок оттуда пришел. Мы были все в Едином Советском Союзе. Вот сидят диктаторы. Назарбаев сидит у власти 29 лет. Путин уже сидит 18 лет. Ничего не меняется. Все время все враги. Друзья, это Северная Корея, это Венесуэла, это Иран. Все отсталые страны, ужасные, где в своих странах условия концлагеря, нищие страны, они являются союзниками России. И мы тоже в этом союзе находимся. Я еще раз говорю, я против Путина, я против диктаторских режимов. Мы не должны идти этим путем. Мы, как в любом деле, должны брать пример с передовых стран. И тогда у нас все изменится. Теперь у нас еще был пункт, какие решения предусмотрит программа ДВК в этом секторе. Так вот, если говорить сначала о профсоюзах и других общественных объединениях, мы добьемся того, чтобы все профсоюзные организации, партии, общественные объединения свободно регистрировались без каких-либо требований. Три человека собрались, вот тебе профсоюз или партия. Пусть потом собирают, дальше расширяются, приглашают заинтересованных сторон. Это будет так. По сырьевому сектору мы тоже выстроим, соответственно, законодательство таким образом, чтобы интересы трудящихся были защищены. Профсоюз уже будет в состоянии свободно бороться. Они могут организовывать забастовки. Будет конкурентная среда. Монополию мы будем ограничивать. Конкуренция приведет к тому, что заработные платы резко поднимутся. Как я говорил, нефтяники будут получать среди тысячи. То есть, если сегодня 100 тысяч остается в городе, в области, то завтра будет оставаться миллион и больше от каждого человека. Соответственно, будет появляться много предприятий, которые будут оказывать услуги этим предприятиям, работникам, которые будут получать высокую зарплату. Это появятся рестораны и магазины, швейные цеха, будут продавать, строить квартиры. То есть, вообще бизнес глобально разовьется. Понимаете? Вот что мы будем делать. Здесь мне говорят, предлагают разные варианты, как привлечь к наших сторонников, списать кредит и так далее. Ну вот у вас сегодня, допустим, у вас есть кредит, я не знаю, там 2-5 миллионов тенге, да? Но если ваша зарплата в экспортных предприятиях будет порядка 3 тысяч долларов, миллион тенге, вы этот кредит погасите за полгода, просто так, между делом, с такой зарплатой. Понимаете? Поэтому наша задача, главная задача, сейчас добиться смены режима, добиться перемен и сделать, чтобы все подчинялось народу, а не наоборот. Народ подчиняется одной семье, Назарбаеву, и он что хочет, то и делает. Он живет как хан, царь, неважно. Все богатства ему. Поэтому в сырьевом секторе будет все очень просто. Мы сделаем так, что эти предприятия будут платить тысячи долларов в месяц. Вот любой человек, он меньше и тысячи, ему в принципе нельзя платить. Субтитры создавал DimaTorzok Мне задают вопрос, сколько лет нужно, чтобы ментальность людей поменялась. Да, ментальность она очень быстро поменяется. Как только законы будут работать, как только мы сменим режим и добьемся, чтобы правительство было подчиненным народу, все поменяется. Потому что резко жизнь улучшится, и никаких ограничений не будет ни в свободе слова, ничего. Все решения у нас же такие же, мы же такие же люди. Руки, ноги, голова такая же, как вот на Западе. Мы ничем не отличаемся. Мы такие же. Как только правила игры будут такие же, как на Западе, наша жизнь быстро изменится, и ментальность поменяется. Это все ерунда, что вот мы там 200 лет Америка куда-то шла, а мы 200 лет будем ползти. Нам же ничто не мешает не ждать 200 лет садиться в их машину сейчас. Нам ничто же не мешает 200 лет ждать, ездить на лошадях, а мы садим в самолет и летим их, правильно? Поэтому это байки Назарбаева, он этими благами европейскими и американскими пользуется, не ждет 200 лет. Не говорит, что ментальность у меня плохая, вот я только на коне могу ездить, да? На самолете мне страшно. Летать страшно. Он же так не говорит, или костюм одевает. Ну пусть одень там одежду наши 200 лет, которые наши носили, да, казахи. Он же не носит это. И обувь носит лучшую, забывает про ментальность. Интернета мы пользуемся, ментальность ни при чем. Ментальность вообще пропадет мгновенно. Нам нужны просто правила игры сделать правильной. У нашей молодежи ментальность уже нормальная. Европейская, западная, современная. Те, кто подостал, кто еще живет в сказке Назарбаева, они быстро исправятся. За 3-4 года страна станет другой. Это я видел в Грузии, это я видел во многих странах мира, как быстро все меняется. Максимум 10 лет, и у нас будет современная передовая страна. Максимум 10 лет. За 3-4 года мы вообще серьезные изменения сделаем. А в течение 10 лет вы сами свою страну не узнаете. Вот у меня такой, я на моих глазах вот так развивался в Дубае. Я приехал в 94-95 году. Ну, в обычной деревне, какие-то отели стоят на берегу моря, какие-то домишки поставлены. Через 5 лет приехал, через 5 лет я был просто поражен. А потом еще раз через 6-7 лет приезжаешь, вообще космос. И все это сделали арабы, имея море и пустыню, и бедуины на верблюдах ездили. Они вообще отсталые по сравнению с нами во много раз были. И сейчас они, как вы говорите, ментально отсталые, но живут на другом уровне. Все поменялось. Поменялось, потому что система образования, все поменялось. И мы тоже очень быстро все можем изменить. У нас потенциал, возможности во много раз больше, чем у арабов. И ментальность наша ни при чем. Вот мне здесь говорят, что по малому и среднему бизнесу. Лицензия, аттестат, завышенные требования, за счет их кормятся проверяющие. Они все кормятся, потому что закон не работает, свободы слова нет, печать их не может за ними гоняться, контролировать. Суды их прикрывают. Как только мы это все изменим, сразу малый и средний бизнес будет сильно развиваться. Еще малый и средний бизнес почему плохо развивается? Потому что люди нищие. Вот есть парикмахерская, к нему приходит сегодня 10 клиентов, потому что зарплата в 100 тысяч тенге. Если зарплата будет в миллион тенге, то к нему будет приходить не 10, а тысяч клиентов, сотни клиентов будут приходить. Соответственно, он будет зарабатывать больше. Понимаете? Вот. Наш малый и средний бизнес в большей степени развивается, потому что народ нищий. Как только наш народ разбогатеет, весь бизнес, и малый, и крупный, начнет просто будно развиваться. То есть Назарбаев фактически держит страну нищей, неразвитой, только один раз обогащаясь, сделает страну отсталой. Не развиваются никакие сектора. Мы одни и те же слова произносим, ленточки разрезаем, новые предприятия не открываются. Мы такая же сырьевая и отсталая страна. Современные новые технологические линии не открываются, никаких открытий нет. Наука умерла, потому что они эти, даже Академию наук, здание забрали, распустили Академию. Для чего? Для того, чтобы здание захватить. Понимаете? Продолжение следует... Вот меня сейчас задают вопросы по банку, к сектору тоже, да, что люди вклады не могут собрать. Я по банкам говорю, 90% банковых секторов принадлежит Назарбаеву и его близкому окружению. Просто возьмите любой банк, Каском, Халкбанк, Каспий Банк, например, да, или Теса Бак. Вот любой банк называешь по цепочке, везде, прямо Назарбаев, его дитя или его родственники, они контролируют банки. Соответственно, ставки высокие, конкуренции нет, он туда заливает государственные деньги в эти банки, они там пропадают. Они финансируют плохие проекты, это наносит удар всей экономике, потому что нормальные проекты не могут получить деньги, люди не могут получить деньги по хорошей ставке, потому что, опять же, этот сектор контролирует Назарбаев, и просто он бюджетные деньги туда заливает, вот как в прошлом году в Каском влил, 8 миллиард долларов украл, нагло на глазах у всей страны, и никто звука не произнес. Это происходит во всех секторах, во всех. У меня здесь задают вопрос, а какую зарплату будет получать менеджеры в банках. Правительство не будет устанавливать заработную плату в частном секторе, все банки будут частными. Это как, что называется, как сложится рынок. Вы просто смотрите, какие зарплаты в мире, забейте Google, научитесь пользоваться Google, напишите зарплата, там какие-нибудь банки, назовите мировые, просто ведущий в банках мира, или в Европе, любую страну забейте. Вот такая заработная плата будет у наших банкиров, и будет очень быстро такая, потому что они будут работать хорошо, эффективно, потому что рыночные финансовые институты, они хорошо работают, когда не контролирует один человек, когда не есть монополия. Конкуренция заставляет создавать хороший продукт, качественные услуги, быстро двигаться, формировать новые продукты, конкурентные, и это приводит к эффективности. Эффективность, соответственно, за счет чего? За счет людей формируется, особенно в банках в секторе. Вот таким образом они будут зарабатывать, как в мире, как в Европе. Банк в секторе, кстати говоря, он такой же, как сырьевой, где нефть, газ и так далее, они очень быстро растут, быстро развиваются, и зарплата там достаточно высокая. Вот сейчас финансовый сектор, уровень заработных плат очень высокий относительно других отраслей. У меня здесь вот вопрос задают, я на него отвечу, по поводу Аральского района, что там экология плохая, что деньги там вливают со стороны фондов. Проблема не в этом. Проблема в том, что эта власть не может вообще ни с кем проблемы решить. Ну, вы говорите о Аральском регионе, там ищите теорию заговора, что они там такие нехорошие, деньги хотят украсть. Нет, не в этом дело. Деньги они так и так воруют. Ну, представьте себе, эта власть не может решить проблему затопления. Каждый год происходит затопление на Востоке и в ряде регионов страны. Каждый год в одних и тех же местах. Если не каждый год, то через год точно. Ну, если власть не может такие проблемы решать, ну, как они решают экологические проблемы Арала? Я, например, знаю, как эту проблему решить. Знаю, что это стоит немного. Это максимум пару миллиардов долларов. Миллиардов долларов для нашей страны это вообще ничего. Четко представляю, и когда мы придем руководить страной, мы его реализуем. Но это правительство ничего не может. Вы же видите, вообще то нефтепродуктов нет, то угля нет. В угле мы первые в мире по производству на душу населения. По нефти мы производим больше 80 миллион тонн, больше 80-87 миллион тонн в этом году. Наша потребность всего 10 миллион тонн. Дефицит нефтепродуктов. Три старых нефтеперерабатывающих завода, оставленных нам в наследстве от Советского Союза, их не могут реконструировать. Поэтому, когда вы говорите о проблемах Арала, это никаким образом не связано с тем, что они хотят украсть. Они просто импотенты, которые ничего не умеют делать. Теперь я хотел бы снова вернуться к нашей теме, к митингу 23 июня. Вы понимаете, что сейчас все упирается в нашу политическую систему во главе с султаном Азарбаевым. Что власть монопольно принадлежит ему. Все эти парламенты и так далее, они декоративные институты, он просто их обманывает. Он просто этих людей назначает. Никакого выбора со стороны народа нет. Поэтому депутаты посмещище, они куклы Назарбаева. Поэтому, когда у них спрашивают, а вы знаете, что было 10 мая, митинг, каждый из них делает круглые глаза, убегает, говорит, нет, мы не видели. Народные депутаты никогда так не сделают. Народные депутаты не представляют народ. Они не зависят от Назарбаева. Их избрал народ. Вот тогда будет настоящий парламент. Как во всем мире депутаты настоящие. У нас куклы. Когда я по этому я говорю, мы построим парламентскую республику, многие из вас, конечно, думают, ой, нужно идти, пытаемся третий хвост на самолет навесить. Сели и полетели. Машину не пытаемся 10 колес к нему снизу прицепить. Сели и поехали. Так и политическая система. Мы должны просто внедрить и скопировать. И тогда мы тоже поедем так же экономически вверх, так же, как ведущие страны мира. Вот мне здесь задают вопрос опять по полицейским. Я уже озвучивал, но и письма написал в посты, и озвучивал на видео. Заработная плата рядового полицейской стартовой будет тысяч долларов. Лейтенант будет получать две тысячи долларов. И, соответственно, все, кто по должности и статусу будет выше, они будут получать больше. Поэтому передайте полицейским, чтобы 23 июня на нашем митинге они просто делали вид, что защищают режим, но реально не мешали нам просто выразить свою позицию, а именно потребовать бесплатного образования. Продолжение следует... Итак, 23 июня мы будем требовать, чтобы правительство сделало бесплатное высшее и среднее специальное образование. первое, чтобы всем студентам установили стипендию, высших учебных заведений подняли стипендию в два раза больше, то есть где-то сейчас чуть больше 20 тысяч тенге, где-то минимум 40 тысяч тенге. В средних специальных учебных заведениях, чтобы стипендии была сейчас 16 тысяч тенге, в два раза будет больше, где-то 32-33 тысяч тенге. Это что касается стипендий. Далее, мы должны потребовать, чтобы заработную плату учителям и преподавателям, которые работают в средне-специальных учебных заведениях, подняли в два раза. Также мы будем требовать, чтобы вернули детям обедренное питание, которое было ранее. И я вчера показывал, что деньги у страны есть. Только дополнительные доходы от экспортной пошлины по нефти в связи с ростом цен свыше 3 миллиардов долларов дополнительно дают на этот год. Свыше 3 миллиардов, не меньше. Вот вся программа, о которой я говорю, она будет стоить не больше 2 миллиардов долларов. То есть денег будет достаточно для того, чтобы реализовать эти программы. Так что, ребята, начинайте всех предупреждать, говорить. Мы сейчас будем все больше и больше информации давать. Готовьте людей, что 23 июня мы выходим на митинги. И далее. Присылайте нам больше информации по учебным заведениям. Политетический университет, Там все предприятия, учебные заведения, типа Нархоза бывшего, да, которого Тимуратов якобы владеет. И другие учебные заведения, типа КБТУ. Все нам присылайте информацию, покажите, расскажите об них, что там происходит. Какие платежи с вас сдирает. Какие там условия. Это вся собственность Назарбаева, которую украл народа. Захватил здание парламента в Алмате. Захватил здание мэрии в Алмате, которое стоит сотни миллионов долларов, бесплатно. Захватил здание Академии наук, бесплатно. И таких зданий, учебных заведений много по всей стране. Присылайте нам информацию, чтобы мы до митинга показали стране, кто контролирует систему частного образования и кто забирает деньги себе. Мало того, что они нефть и другие ресурсы еще хватают, еще через образование наживается на людях. Вот здесь предлагают еще бесплатное передвижение на маршрутных автобусах для школьников. Ребята, мы делаем первые требования. Они должны быть единые. Не везде школьные автобусы есть. Где-то в сельской местности их нет вообще. Они пешком ходят. Я сам в школе учился в сельской местности. Пешком ходил 3-5 километров. Туда и обратно каждый день. Поэтому мы должны сделать единые такие требования, которые касаются любого человека. Поэтому мы сейчас говорим об обедах школьников, чтобы зарплату поднять учителям, плюс среднеспециальных, чтобы поднять в два раза зарплату преподавателям в средне-технических образованиях, среднеспециальных и высших учебных заведениях. Это касается каждого, правильно? И плюс стипендия всем студентам, даже в частных вузах. Государство состояние это выплачивать. Итак, я на сегодня свой эфир завершаю. Салвокзар. До встречи завтра. Салвокзар. 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 Субтитры подогнал «Симон»